Это город С, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Последние два десятилетия слово коррупция вертится на языках почти у всех. Все что-то о ней слышали, что-то знают, существует даже Международный день борьбы с коррупцией. Все говорят о коррупции, но не все ее видели. Действительно, далеко не каждый человек может объяснить, что такое коррупция, и немногие люди разбираются в самой сути этого термина. Поэтому попробуем разобраться сегодня. К нам в город С пришел Александр Галочкин, старший помощник прокурора города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Коррупция – это сложное социальное явление, которое имеет различные проявления, в том числе, не всегда очевидное. Общепринятым является понимание коррупции как использование должностным лицом властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, которые противоречат установленным правилам. Законодательно определено понятие коррупции как злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взятки, незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в цене их получения выгоды в виде денег, ценностей иного имущества или услуга имущественного характера, имущественных прав для себя и третьих лиц. То есть законодатель как можно шире определил это понятие коррупции, и тем не менее в самой статье перечислил ее проявления. То есть дача взятки, коммерческий подкуп. И тут важно понять, что не каждый, то есть личность человека, человек он всегда ищет выгоду для себя, но не каждое действие, которое он предпринимает, чтобы ее получить, оно является коррупцией. Это корысть, но она не всегда коррупционна. Поэтому, чтобы все-таки речь пошла о коррупции, нужно, чтобы это лицо обладало какими-то полномочиями, должностными или какими-то организационными, управленческими. И вот законодательно нам говорит именно о том, что лицо должно быть должностным, то есть представителем власти или наделено организационно-распорядительными полномочиями. Что это означает? Представителем власти, вот чиновникам, вот в обиходе такое слово, оно не совсем точное, потому что оно не определено законом. Поэтому оно в обиходе используется, но тем не менее нельзя говорить, что все чиновники, под которыми обычно понимают всех работников государственных органов, могут быть коррупционерами, вот как вот это понимает закон. Тут нужно провести более точную грань, чтобы каждый гражданин понимал, когда он столкнулся с коррупцией, а когда речь о коррупции идти не может, и это подлежит... Наверное, рассмотрению какому-то каждый раз отдельному. Да, другому рассмотрению, другой реакции, и за это все установлена другая ответственность. Поэтому у нас понятие гражданской службы и государственной службы привязано к должностному лицу. То есть понятие гражданской службы, государственной службы у нас дано в федеральном законе о системе государственной службы Российской Федерации. И там государственная служба определена как профессиональная служебная деятельность граждан на определенных должностях, которые по исполнению полномочий государства. Соответственно, муниципальная служба определена аналогичным образом в Федеральном законе о муниципальной службе в Российской Федерации. То есть тоже характерно, что это профессиональная деятельность граждан, то есть не наемные рабочие, не какие-то еще, они не могут подпадать под признаки должностного лица, даже если они какие-то функции государственных органов выполняют. То есть это должен быть именно, юридически говоря, трудоустроенный гражданин в государственном органе или на государственную должность. При этом у нас присутствует и формальный аспект, то есть эта должность такого лица, она должна прямо быть поименована в перечне должностей государственной или муниципальной службы. Для чего это делается? Как уже было сказано, все люди корыстны по своей природе, но и все они в потенциале могут совершать какие-то противоправные действия, но только в отношении должностных лиц усматривается наиболее общественная опасность, потому что именно они представляют государство перед обществом и к ним применяются более строгие меры. И, соответственно, они как раз наделены полномочиями. Мы говорим сейчас о том, что в государственных органах и муниципальных органах работают водители, зачастую секретари, курьеры, которые, тем не менее, являются работниками этих государственных органов, но они никаких полномочий государственных напрямую, властных в том числе, не исполняют. Поэтому к ним, несмотря на то, что они тоже работники государственного органа, если они совершают какие-то действия, понятие коррупции неприменимо. Это касается только именно государственных муниципальных служащих или занимающих государственные муниципальные должности. Давайте разберем на примере, Александр Александрович. Вот, например, мы с вами. Вы представитель государственной должности. Вы дали мне шоколадку для того, чтобы я пригласила вас на эфир. Это коррупция? Шоколадка? Ну, в том понимании, в котором мы говорим про коррупцию, Думаю, что да. Это будет коррупция, потому что иначе вы бы меня могли не пригласить, пригласить не меня, и если бы у меня была личная выгода вот этого участия, тогда бы это... Ну, покажи у вас личная выгода сообщить на коррупции. Тогда бы это была однозначно коррупция. А вот просто в случае, когда не испытываем личные выгоды, ну, в нашем, на самом деле, примере, то есть здесь это просто подарок, который вызван какими-то другими мотивами, приличностью или, не знаю, воспитанием или чем-то еще. Он не будет из-за того, что не влечет никакой личной выгоды, он не будет расцениваться как коррупция. Вот действительно очень, наверное, сложно здесь трактовать, поскольку вот грань между личной выгодой и подарком – это такая очень эфемерная. Я понимаю, что по долгу службы вы должны руководствоваться понятием, что каждый человек корыстен по природе, как вы только что сказали, но услышать это, конечно, жутко, честно говоря. Ну, плюс, если в нашей ситуации возвращаться уже в домов, то, во-первых, вы не являетесь должностным лицом. Вы являетесь. Но, тем не менее, коррупция будет только если вы будете являться должностным лицом, и вы в силу занимаемой должности сможете влиять на ситуацию. Только тогда это будет коррупция. А также… То есть я могу принять от вас шоколадку? Да, легко. Если в следующий раз, я думаю, да. Выпросила. Хорошо. Хорошо. Возвращаемся к серьезным вопросам. Насколько актуален этот разговор на сегодняшний день? Вот мы говорим коррупция, коррупция. Может быть, не так уж это все и страшно? Нет, на самом деле страшно здесь, конечно, такое слово, не совсем подходящее. Коррупция, даже, говорят, она вездесущая. Общество пропиталось коррупцией. Но эти формулировки, конечно, в обиходе имеются, но на самом деле сейчас проблема актуальнее не стала. Она всегда была. Люди в древние времена также совершали действия, которые мы сейчас называем коррупцией. В советское время не было товарно-денежных отношений в определенный период, но, тем не менее, был блат, были тоже определенные связи, и ими пользовались. То есть тоже можно говорить о том, что это была выгода и полномочия, поэтому тоже подпадает под понятие коррупции. Другой вопрос, что у нас в 2008 году вели это официально, с развитием средств массовой информации, каждый случай коррупции старается освещаться. В том числе это, на самом деле, очень полезно, поэтому об этом я сегодня скажу. Но актуальнее вопрос не стал. Просто ему придали актуальность уже по факту, потому что есть этому возможность, и это на самом деле нужно делать, потому что вредность такого явления, как коррупция, она безусловна. А вот правильно ли я вас поняла, что коррупция, скажем так, в Самаре, не приобрела угрожающих каких-то размеров? Ну, количество выявляемых преступлений коррупционной направленности, оно, в принципе, остается на том же уровне. Количество тяжких преступлений выросло, но тоже, то есть это может быть связано как с объективными, так и с субъективными причинами. Например, уголовные дела, которые заводятся в прошлом году, они могут попасть в суд только в этом году, когда дела ушли в суд, попали в одну статистику, долго-долго раскручивали один материал сотрудники правоохранительных органов. Соответственно, у них был зарегистрирован преступление, было совершено давно, но, тем не менее, дело возбудили только в этом году, он попал сейчас в статистику. Поэтому, на самом деле, уровень... И нельзя отследить реальную картину. Ну, на мой взгляд, ее можно отследить, но это нужно очень глубокий анализ провести. Просто приведя какие-то показатели, даже в сравнении с прошлым годом, мы не увидим объективного роста коррупции. Потому что меняется ее форма, меняется ее проявление. И коррупция, если говорить не просто коррупционные преступления, то есть у нас для отграничения коррупционных преступлений от некоррупционных есть специальный приказ, где жесткие формулировки, при которых уже эти преступления можно считать коррупционными. Но, тем не менее, и в приказы вносятся изменения, и статьи закона меняются, и практика судебная тоже меняется уже при действующем законодательстве. Поэтому говорить о росте или объективном росте ничто нельзя. Хорошо, скажите, пожалуйста, ну, дал человек взятку один, другой взял. Что такого страшного, что нужно этим заниматься всерьез на уровне государства? Хороший вопрос. Страшно много. Во-первых, у нас в Конституции Российской Федерации провозглашено равенство всех граждан в своих правах. И государство это равенство должно обеспечивать. Взятки, то есть все прекрасно понимают, что давать кому-то деньги просто так никто не будет. Соответственно, взятка, она дается за совершение в интересах этого лица каких-либо действий, которые, если мы говорим о коррупции, которые должностное лицо, которому дают взятку, оно может совершить в силу своих должностей, полномочий. То есть это, например, при предоставлении муниципальной услуги. То есть если гражданин не отвечает требованиям, чтобы ему, например, выделили земельный участок, он может дать взятку и при определенных условиях. Участок этот получить, да? Да, получить этот земельный участок. Но этот земельный участок имел право другой гражданин, который отвечал всем установленным требованиям, но он его не получит, потому что тут оказана преференция в связи с личной выгодой самого чиновника должностного лица. Поэтому вопрос, даже когда, видимо, то есть, ну что такого, ну дал взятку, да, вот ему ускорили там какую-то процедуру, но тем не менее у нас и другая сторона есть. То есть если процедуру нужно ускорять, значит, ее, скорее всего, затягивают. Потому что, ну, никто не будет просто так давать деньги, чтобы просто в рамках закона осуществились действия. Поэтому и дача одной взятки, она развращает то должностное лицо. То есть даже если он от какого-то своего знакомого в каких-то сугубо определенных условиях получает одно вознаграждение, потом от другого своего знакомого-то выручает второе вознаграждение, то недалек тот день, когда встретил обратившегося просто так, в рамках закона, он просто будет требовать получения этой взятки. Поэтому коррупция, она, ну, можно, конечно, сравнивать ее болезнью с болезнью, но она заражает и распространяется. Поэтому это, безусловно, вредное явление, опасное для общества. Вы смотрите «Город Эсс». Сегодня мы говорим о коррупции, и к нам в гости пришел старший помощник прокурора города Самары Александр Галочкин. Александр Александрович, мы с вами попытались объяснить, что такое коррупция. На самом деле достаточно сложно, наверное, в каждом конкретном случае разобраться. А вот рядовой житель Самары, где, в каких ситуациях чаще всего может встретиться с проявлением этого явления? Повсеместно. То есть жизнь человека, она затрагивает как сферу образования, работы, медицины, просто получение каких-то социальных выплат и услуг. И в каждой из этих сфер он, я думаю, не то что может столкнуться, он на протяжении своей жизни сталкивается с коррупцией. Просто либо он ее не замечает, либо он о ней не сообщает. Либо не считает, что это коррупция. Да, либо не считает, что это коррупция. Например, вот мы разобрали предоставление государственных муниципальных услуг, например, земельного участка. Также за получением любой справки, которая у нас в нашей бюрократичной системе. Ну, без бюрократии нельзя, по определенным причинам она необходима. Поэтому за выдачу каждой справки зачастую недобросовестные служащие требуют получения вознаграждения, совершения каких-либо других действий в их интересах. Поэтому в этих случаях это определенное коррупционное проявление. Гражданам необходимо сообщить в зависимости от того, насколько явным было их нарушение, либо в прокуратуру, либо сразу в органы полиции, если есть основания для проведения каких-либо сразу мероприятий в отношении этого лица. Причем важно, чтобы сообщали до того, как будет совершено, до того, как они закроют, так скажем, вопрос. Потому что после приходить и рассказывать об этом фактически не имеет никакого значения. ваше слово против слова служащего, подтвержденного официальной бумажкой и печатью. Поэтому ни во что не выливается, что на самом деле гражданам очень обидно и очень много жалоб на это поступает теме. Потому что как же так, почему вы не боретесь, я вот вам все написал. Но доказательную базу уже не соберешь, поэтому главное вовремя это все распознать, увидеть, понять, к чему клонит тот, почему у вас сложились такие или иные проблемы с получением какой-то услуги, справки, и вовремя обратиться в компетентные органы. Ну хорошо, вот человек, чиновник говорит мне, да, я вам эту справку дам через месяц, хотите завтра с вас вот такая-то сумма, предположим, да? То есть я эту сумму не даю, обращаюсь куда-то, но ведь это тоже голословно. Неважно. Главное, при наличии сведений о том, что лицо готовится совершать преступление, в отношении такого лица может быть инициирование оперативно-розыскного мероприятия. Ну а если мне этот чиновник просто не нравится, и я взяла и вот такое вот сделала? Ну тогда в рамках оперативно-розыскного мероприятия, если оно будет обоснованным, то есть после того, как оно будет проведено, подтвердится, что необоснованно заявили об этом. Поэтому все зависит, конечно, от нескольких юридических тонкостей, но к чиновнику, разумеется, никаких мер применяться не будут. Он не совершит виновных действий. Бывают такие факты, да, действительно. Ну, это что касается очевидного в сфере муниципальных и государственных услуг, об этом уже многие знают и понимают. У нас также менее очевидно, но повседневно встречаются при устройстве детей в образовательные учреждения. То есть тема очень актуальная, она требует, наверное, отдельной беседы, отдельного обсуждения, потому что и вот в этой как раз сфере и примеров много, и граждане, услышав такие примеры, могут понимать, с чем они столкнулись и как им лучше действовать. Хотя и мои коллеги выступали уже в средствах массовой информации. Все это сложно и остается скрытно, латентно, потому что сами граждане ведут себя не совсем добросовестно. Например, устройство детей в первый класс. Каждый из нас хочет, чтобы его дети учились в хорошей, дорогой школе, сначала в детском саду, близко к дому. Места у нас распределяются с учетом, конечно, территории, но школы все загружены. Зачастую это правда, зачастую руководители намеренно дезинформируют родителей о том, что школа загружена. И это является основанием, чтобы родители, соответственно, совершили какие-то действия, побуждающие руководителя принять их детей. Не расширились, чтобы родители, скажем так. Можно и так сказать. Поэтому в этих ситуациях редко кто заявляет. В том-то и дело. На момент. То есть это определенная коррупция. То есть руководитель, он должностное лицо. Он просит от вас какой-то выгоды для себя, даже для образовательного учреждения. Если вы заявите, вы не получите это место всего скорее. Если не заявите, получите. Поэтому я думаю, что в этой сфере-то как раз мало заявляют. Заявляют очень мало. Нет, дело в том, что если вы заявите, то шанс при наличии места вам уже не смогут отказать. Потому что вот как раз в этой ситуации для граждан проблем нет. Проблем есть, когда реально мест нету. Но это сам гражданин, получается, хочет совершить преступное деяние. Когда он перечисляет деньги, он же дает взятку. Это в свою очередь тоже дача взятки. Он будет освобожден от ответственности, если он об этом сообщит, гражданин. Но тем не менее, после, опять же, совершения уже действий, их уже сложно установить. И поэтому наказать будет, ну, не то чтобы невозможно, очень сложно. Потому что мало ли какие доказательства, следы останутся, но их всегда очень мало, потому что и люди умные работают, и практика уже имеются, все тоже понимают. Глупые уже совершили преступления, которые были выявлены и осуждены в соответствии с законом. Поэтому очень важно, чтобы, то есть, вот эта функция просветительская, чтобы граждане сами понимали, что они вот всю эту систему поддерживая, они создают условия, чтобы она развивалась. И если сегодня реально нет, как я уже пример приводил, как все происходит, если сегодня реально нету мест в садике, и вы хотите туда трудоустроить ребенка, и вы совершаете действия, и его туда трудоустраивают. Устраивают. Ой, извините, просто устраивают. Просто устраивают. Про трудоустроить чуть позже. То в следующий раз этот же руководитель, он уже намеренно дезинформирует об отсутствии мест или подделывает документы официальные, что у него места эти отсутствуют, и уже будет устраивать, требовать деньги. Не просто ждать предложений поступающих, а будет требовать эти деньги, намекать на это при личных приемах или через определенных лиц, что более вероятно через других родителей у нас. Часто так бывает, потому что они лица недолжностные, и к ним как бы они не боятся так делать. Поэтому не нужно эту систему поддерживать. Знаете, что непонятно? Пути известны, варианты известны. И тем не менее вы сказали, что уровень коррупции, он, в принципе, не особо меняется последние годы. Почему тогда это явление не удается искоренить? Ну, все это связано с его природой, с этого явления. Потому что человек корыстен по природе. И не бороться нельзя. Потому что, если уже сравнивал с болезнью, она прогрессирует и погубит весь организм, погубит государство. Потому что не может существовать государство, в котором не соблюдается ни за один из его порядков, пока они за это не заплатят деньги. Такого не может существовать. Поэтому не бороться с коррупцией нельзя. А победить ее тоже получается невозможно. Потому что это нужно, чтобы мышление людей, оно изменилось. А изменить его, ну, это на уровне фантастики. А в мире где-то существует такая практика вообще? Где-то победили. В книге Оруэлла 1984. Когда искоренили самого понятия преступления, поэтому, когда мыслить перестали, тогда и поэтому не существует таких мест. И уровень коррупции во всех странах, он очень высокий. Где-то выше, где-то ниже, наверное, все-таки. Да, на самом деле он очень высокий. Просто проявления его разные. И то, что у нас понимается под коррупцией, а в других странах может быть более узко определено. Коррупция, и у них статистика будет другая. На самом деле нам-то важнее то, что у нас все равно. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что в случае обнаружения, я вот уже вашим языком начала говорить, факта коррупции, нужно обратиться либо в прокуратуру, либо в полицию, а все-таки в прокуратуру или в полицию. Это ведь тоже до конца непонятно. Кто занимается этим? Занимаются все. То есть у нас чуть-чуть издалека зайду. Вот это противодействие коррупции, борьба с коррупцией. Два разных словосочетания. Два разных смысла, в принципе. Да. И один другим поглощается, если уж так. То есть противодействие коррупции – это более широкое такое понятие. И оно включает в себя борьбу с коррупцией. И оно осуществляется всеми органами. Противодействие не только органами государственной власти, организацией, в том числе законе правительства и гражданами. То есть мы с вами, вы как гражданин, который не являетесь ни должностным лицом, ни служащим государственным органом, сегодня участвуете в просвещении граждан. И это подпадает под противодействие коррупции, под профилактику коррупции. То есть профилактика коррупции шляется всеми. Борьба с коррупцией – это исключительно выявление, пресечение коррупционных правонарушений и преступлений. Оно, соответственно, уже осуществляется компетентными органами. Это и полицией, и прокуратурой, следственным комитетом, то есть правоохранительные органы и прокуратура. Куда нужно обращаться, в каких случаях? Если, то есть в любом случае гражданину необходимо изначально обдумать произошедшую с ним ситуацию, распознать ее, понять, для этого он должен обладать какими-то базовыми знаниями или любознательностью, посмотреть, что же в итоге с ним произошло и насколько это подпадает под понятие преступления. То есть у нашего уголовного кодекса установлена ответственность за целый ряд преступлений. Это дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, о нем хотелось отдельно рассказать, превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями. Это все имеет свое определение. И если гражданин видит, что с ним произошло что-то, подпадающее под эти рамки, или с ним готовится произойти что-то, подпадающее под эти рамки, ему необходимо обратиться именно в полицию, не в прокуратуру. Почему? Потому что именно функция выявления преступлений, расследования, раскрытия, она осуществляется именно сотрудниками полиции, подразделениями специально созданными по борьбе с коррупционными преступлениями. Поэтому если он обратится в прокуратуру, то это сообщение будет передано в полицию, но потратится то драгоценное время, которое необходимо, чтобы своевременно и гражданину помочь, если это возможно в той ситуации, и поймать за руку, так скажем, нерадивого чиновника. Поэтому в первую очередь при выявлении, при обнаружении, что распознании гражданином этой ситуации, что он понимает, что у него требует взятку, или требует, чтобы он свое имущество кому-то передал, или чтобы он что-то сделал для организации, для школы, для органа. Например, строительная компания, она же может работы выполнить, не деньги дать, и может выполнить работы не только для самого чиновника, но для его родственников. То есть его могут требовать именно вот этого, намекать ему именно на это. И вот когда он это обнаруживает, ему нужно незамедлительно обращаться в полицию, даже номер 02, он тоже будет принято сообщение, гражданина переадресует туда, куда нужно, и с этого уже начнется течение всех сроков, которые процессуально установлены. Они у нас очень короткие, там 3 дня, до 10 дней продлевается, до 30 дней, но это в любом случае скоро, потому что органы прокуратуры, если поступит такое обращение, оно еще будет 3 дня регистрироваться, потом в течение 7 дней перенаправляться, то есть он должен поступить еще через неделю. Одним словом, все-таки в полицию. В первую очередь в полицию, но бывают ситуации, когда вот, ну не преступление еще, да, вот что-то от меня хотят, или, да, вот руководитель даже образовательной организации, он, мы знаем, что да, вот он требует эти, и мы боимся, что вот мы сейчас подали заявление, еще вот от нас пока ничего не потребовали, но вместе мы от наших знакомых, мы узнали, то есть когда нету явных фактов, но тем не менее, то лучше сообщать об этом в прокуратуру, мы уже организуем, то есть насколько это обосновано, проведем предварительное рассмотрение информации, проведем, организуем проверку, и если там будут выявлены эти факты, мы уже сами, уже собранный материал, готовый для рассмотрения вопроса, направим в полицию, или сами возбудим какие-нибудь дела административных правонарушений. Да, вот совсем немножечко времени у нас остается, скажите, пожалуйста, какого рода помощь вы хотели бы от жителей, и вообще каким образом вы собираетесь привлечь население к решению этой проблемы? Ну, мы к решению проблемы коррупции. Сколько мне известно, вот сейчас будет объявлен какой-то конкурс, в котором можно поучаствовать, да? Ну, это как одна из мер. У нас в этом году Генеральная прокуратура выступила с организатором конкурса по вопросу противодействия коррупции, и тема конкурса именно «Прокуратура против коррупции». В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте до 30 лет. Для этого необходимо разработать плакат или видеоролик на тему противодействия коррупции, и уже разместить, направить его по соответствующей адресу. Адреса это мы показываем сейчас на экране, да? Да, мы попросили продемонстрировать эти адреса. То есть, таким образом, вы собираетесь повысить активность населения и сознательность, наверное, да? Во-первых, ну там... Да, спасибо большое, Александр Александрович. Что такое коррупция? Актуальна ли она? Кто и как должен с ней бороться? Об этом мы сегодня говорили с Александром Галочкиным, старшим помощником прокурора города Самары. Увидимся в городе С. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова